В Таджикистане снова судят за религиозные убеждения. Режим при поддержке Запада стремится привить таджикской молодежи секуляризм. На севере Таджикистана 12 мая начался судебный процесс в отношении четырех жителей Бабаджан-Гафуровского района, который обвиняется в членстве в исламском движении Салафия. На скамье подсудимых трое жителей Джамуата Хайдар-Усмон Бабаджан-Гафуровского района, братья 40-летний и 33-летний Семиджон и Махкамбой-Ульмасовы, 41-летний Мухаммаджон Ибрагимов и 32-летний житель Худжанда Даврандхон Валиев. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 307 УКРТ Организация деятельности экстремистской организации, участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Семиджон Ульмасов, Мухаммаджон Ибрагимов и Даврандхон Валиев были задержаны сотрудниками ГКНБРТ в Сахдийской области 13 февраля 2017 года, Махкамбой-Ульмасов 10 апреля 2017 года. Таким образом, в Таджикистане под предлогом утверждения ханафитского мазхаба властями ведется борьба с любыми неподконтрольными властям исламскими движениями. Следует заметить, что согласно исламу, даже при исламском правлении халиф не имеет права утверждать какой-то мазхаб относительно обрядов поклонения и ахиды, не говоря уже о секулярном противоречащем исламу правлении Рахмона. В статье 4 проекта Исламской Конституции, которую подготовила одна из международных исламских политических партий, говорится Статья 4. Халиф не принимает какие-либо определенные законы шариата относительно обрядов поклонения, исключая случаи из Акята и Джихада. Он также не принимает никакие мысли, которые касаются исламской ахиды. На севере Таджикистана организован молодежный лагерь для жителей Таджикистана и Кыргызстана, где участники, по заявлению организаторов, должны получить необходимые знания для повышения толерантности. С 11 по 13 мая общественная организация Ассоциация научно-технической интеллигенции Таджикистана совместно с Управлением по делам молодежи, спорта и туризма Сахдийской области и партнерской организацией Youth of Osh Кыргызстан организуют молодежный лагерь. Его участниками являются молодые люди и девушки из Таджикистана и Кыргызстана, живущие на приграничных территориях. Планируется, что в лагере побывает около 40 молодых людей. Данное мероприятие проводится при поддержке детского фонда ООН Таджикистана ЮНИСЕФ в рамках проекта «Мир и сотрудничество начинаются с нас». Темы семинаров, которые придут в лагере, посвящены следующим темам «Эффективная коммуникация как основа мирного сосуществования», «Мир и мирное сосуществование», «Толерантность, границы толерантности» и т.д. Таджикский блогер Фирдав Салимзада прокомментировал данные планы следующим образом «Толерантность – это снисхождение к иному мировоззрению, образу жизни и поведению. Очевидно, что целью данного мероприятия является внедрение в умы таджикской молодежи секуляристских мыслей. Тем самым власти при поддержке Запада пытаются перевоспитать нашу молодежь, сделав ее светской, что абсолютно противоречит их исламской идентичности и многовековой исламской традиции нашего народа». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok